Там баллоны, но могут быть. Это возгорание тушили 12 пожарных. До счета строения металлический вагончик. Так в сводках МЧС называется выгоревший дом. На площади более 300 квадратных метров. Хотя на видео это напоминает гостевой дом. При этом ущерб заявлен на более чем миллион рублей. Пострадавших нет. И снова собака набросилась на человека и вновь имеющая хозяина. В одном из мессенджеров опубликовано, что в частном секторе по улице Трубачева из ворот выскочили псы и одна из них укусила женщину. Опубликованы и фотографии места укуса. В свою очередь специалисты управления административного контроля комитета городского хозяйства выехали на место ЧП. Далее и на этих видеокадрах уже кладбище животных. Вернее несанкционированная свалка, где разбросаны трупы собак. На четвертом километре спирт заводского тракта неподалеку от СНТ. Они гниют под открытым небом. Рядом и останки коровы. Также кем-то не утилизированный, а выброшенный на помойку. Следующие события. Горожане и сотрудники управления трамвая теперь более защищены от нетрезвых дебоширов и просто неадекватных людей. Пассажир отказывался платить за проезд, при этом оскорбляя 20-летнего кондуктора. Работники трамвая приняли решение нажать кнопку тревожной сигнализации. При бывшей группе задержания вне ведомственной охраны Росгвардии пассажир заявил, что отказывается платить за проезд принципиально. В итоге 58-летнего Улан-Уденца доставили в отдел полиции для принятия правового решения. В настоящее время кнопками тревожной сигнализации оснащены 73 вагона трамвая и 30 карет скорой медицинской помощи. И снова без воды. После проведенных гидравлических испытаний ТКК-14 систем горячего водоснабжения микрорайон номер один на Шишковке, несмотря на обещания коммунальщиков решить проблему за два дня, после порыва в одной из тепловых камер и 27 мая остается без горячей воды. Отметим, сотрудники ресурсоснабжающей организации пообещали решить проблему в кратчайшие сроки. Согласно утвержденного графика, 25 мая приступили к гидравлическим испытаниям тепломагистрали номер 3. На сегодняшний день испытания завершены и приступили к поэтапному подключению горячего водоснабжения потребителям. Напоминаем, что при выполнении данных мероприятий возможно выявление дополнительных повреждений, для ремонта которых потребуется временное отключение горячего водоснабжения потребителям. Здесь же у детской площадки между домами по улице Гагарина 77 и 77А обнаружен опасный провал. К месту стихийно образовавшейся, не опасной для детей ямы незамедлительно приехала руководитель управляющей компании. Мы будем следить за развитием событий. Номсарай, Номсарай, Евгений Павлов. Новости дня.